Здравствуйте! Сегодня расскажу о фасеточном синдроме. Это заболевание, связанное с дегенерацией, поражением дугоотрощитых суставов, проявляется болью в спине, как правило, что очень важно, без неврологических нарушений. 55 процентов фасеточного синдрома происходит с позвонками шейного отдела позвоночника, ну и около 31 процента с позвонками поясничного отдела позвоночника. Среди лиц пожилого возраста заболеваемость фасеточным синдромом достигает 85-90 процентов. Это огромный процент боли в спине. Как правило, не все врачи знают о данном синдроме, о такой патологии, ну и как следствие это неправильный диагноз, неправильное лечение. Из истории Голд Вайт в 1911 году предположил, что причиной боли в спине может быть дугоотрощитых суставов. В 1933 году Харвей ввел термин фасеточного синдрома, но вот на тот момент смысл был слишком объемный, широкий, размытый, такой четкого определения данного синдрома как такового не было. Морфологической основой фасеточного синдрома является спондилоартроз. Многие ученые считают, что спондилоартроз, деформирующий спондилоартроз, фасеточный синдром являются синонимами. Но также многие считают, что спондилоартроз это все же более объемный термин, так как при данной патологии затрагиваются как структуры самого сустава, так и пароартикулярные структуры. Но фасеточный синдром – это термин, который имеет четкую клинику, и эта клиника связана только с определенным суставом. Чтобы долго не говорить о строении фасеточного сустава, я лучше и, наверное, легче будет просто его показать. Что может привести к развитию фасеточного синдрома? Этиология фасеточного синдрома делится на две группы. Это причины внешнего характера, причины внутреннего характера. К причинам внешнего характера относятся такие явления, как нагрузка на суставы и их возможность противостоять этой нагрузке. Также к внешним причинам относятся травмы позвоночного столба, избыточная масса тела. К внутренним причинам фасеточного синдрома мы можем отнести такие явления, как наследственность, аутоиммунные какие-либо заболевания, нарушение обменных процессов, обмена веществ. Тут, к примеру, такие заболевания, как сахарный диабет, подагра, дефект развития позвоночного столба. Клиника. Клиника помогает нам поставить точный диагноз. Особенности клиники при фасеточном синдроме заключаются в том, что болевой синдром усиливается при разгибательных движениях. При сгибательных болевые ощущения намного меньше. Болевой синдром усиливается при вращательных ротационных движениях. Характер болевого синдрома при фасеточном синдроме латеральный, диффузный. И радиация болевого синдрома при фасеточном синдроме получается, что не распространяется на дальние участки. Фасеточному синдрому характерна утренняя скованность. Усиливаются боли в статических позициях. Разминка, разгрузка снижает боль. Что очень важно, и я, наверное, уже об этом говорил, что отсутствие каких-либо других неврологических нарушений по типу корешкового синдрома, по типу явлений, характерных для натяжения корешка, по типу нарушения рефлекторных нарушений. Болевой синдром при фасеточном синдроме в среднем длится от полугода до года. Что интересно, что не купируется болевой синдром приемом нестероидных противовоспалительных в таблетках. Как часто это бывает, что пациенты жалуются на боли в спине, врач тут же назначает нестероидные противовоспалительные в таблетках, а в огромных дозах в уколах. И получается, что пациент приходит к врачу с одним заболеванием, но после такого лечения, соответственно, приобретает еще и другие заболевания. Есть ряд признаков, которые помогают нам поставить диагноз. Наличие этих признаков является как дополнительным таким акцентом, что, возможно, это все же фасеточный синдром. Какие-то признаки – это, получается, сглаженности лордоза в поясничной области, напряжение мышцы именно с той стороны, где происходит нарушение наше и страдают именно с этой стороны дугоотрощатые суставы. Ощущение хрустов – это частый признак, на который жалуются пациенты. Что касается диагностики. Диагностики фасеточного синдрома, как и почти в большей части проблем, связанных с болями позвоночника, мы начинаем с анамнеза, с той клиники, которую мы имеем, ну и, соответственно, переходим к более точным методам диагностики. Что касается рентгена. Рентген при данном заболевании не столь информативен, так как на рентгене мы увидим сам позвонок, мы увидим его расположение, но, соответственно, дать какую-то характеристику фасеточного либо дугоотрощатого сустава будет сложно. Что касается МРТ. МРТ будет более предпочтительно, когда мы склоняемся к тому, что присутствует протрузия, либо грыжа диска, либо мы пытаемся исключить какое-либо поражение висцеральных органов брюшной полости. Наиболее эффективно при данном синдроме из видов диагностики – это компьютерная томография. Еще что помогает нам в постановке такого диагноза – это блокады. В данном случае они являются диагностическими и подтверждают наличие того либо иного синдрома. Что касается лечения фасеточного синдрома. Лечение комплексное. Чаще всего я рекомендую своим пациентам на начальных этапах это полное ограничение в движениях. Получается, мы подбираем, начиная от матрасов, воротников, корсетов, стелек. На начальных этапах мы делаем блокады, под контролем КТ, фасеточные суставы. Но затем, когда болевой синдром значительно меньше, используем такие методы, как мануальная терапия, лечебная физкультура, физиопроцедуры. И, конечно же, когда мы доходим до того этапа, что ничего из данных предложенных методов не помогает, используется радиочастотная демервация фасеточного сустава. А также еще используется коагуляция нервных окончаний. Ну, я повторюсь, как правило, мы особо до таких состояний не доходили. И последние методики не так часто использую. У вас всегда есть выбор. Между тем, поставить правильный точный диагноз, назначить правильное лечение, ну, либо принимать в огромных количествах, будь то таблетированная форма, либо в огромных дозах, будь то инъекционная форма, группы препаратов, как мистероидные противовоспалительные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!